В сочинении похвала достоинств ясного света Бенэй опирается на сукхавати в Югусутру, трехчастного канона буддизма чистой земли. По-другому она называется «Сутра о неизмеримом долголетии». Сочинение начинается с выдержки из нее, где описывается 12 добродетелей Будды Амида в виде светоносных свойств. Будда сказал Ананде, «Духовное сияние Будды Амитабхи почитается превыше всего сущего. С ним не может сравниться даже сияние Будды в десяти сторон света». Поэтому Будду неизмеримое долголетие, он же Будда Амида, также зовут Буддой неизмеримое сияние, также его зовут Буддой безграничное сияние, Буддой безупречное сияние, Буддой несравненное сияние, также он зовется «Сияние мудрости», «Постоянное сияние», «Светлое и чистое сияние», «Радостное сияние», «Сияние освобождения», «Спокойное сияние», «Превосходящее солнце и луну сияние», «Невообразимое сияние». Вездесущий Амида Будда, являющийся Дхармакай, превзошедшее время и пространство является проявлением универсальной истины, поэтому часто к этой истине добавляют эпитет космическое. В учении о ясном сиянии Ямазаки Беннея проводится равенство между Богом, Вселенной и Буддой Амида через свет и истину. По этой причине религиозная философия Беннея выходит далеко за пределы буддийской философии и фокусируется на светоносной природе духовности. «Космическая истина», — пишет он, — проявляется через 12 светоносных свойств Будды Амида «Неизмеримое долголетие», поэтому мое учение основывается на самадхи ясного света Тадхагаты. В целом Беннея последовательно придерживался учения основателя школы чистой земли в Японии Хонена и посредством Нембуцу Самадхи, пометования имени Будды Амида, испытал состояние неразрывного единства с ним. В свете этого Будды он обрел вечную и нерушимую истину. Также, обратившись к исходному учению Будды Шакимуни, изучив христианство и европейскую философию, он устремился к поиску общего фундамента духовности. Духовность, с точки зрения Беннея, сродни природе Будды, заложенной во всем живом. Так, веря в силу Великого Духа, пометуя при этом о Будде Амида в форме Нембуцу и произнося буквально «Наму Амида Буцу», духовное в человеке, присутствующее от рождения, озаряется естественным образом, ясным сиянием. Происходит очищение заблуждений ума и преобразование сознания. Иллюминация сознания кардинально меняет духовный профиль человека. Сам Бенней, Буддовость и духовность, объясняет так. Буддизм учит о том, что в сознании человека присутствует и потенциал к становлению Буддой, а также омрачение. Буддовость – это способность, которой обладает человек. Например, курица не сможет стать таковой без высяженного яйца и рождения из него цыпленка. Поскольку в яйце содержится потенциал к становлению курицей, вы не можете привнести его извне. Причина находится внутри. Так и духовность, она присутствует изначально. Буддовость также невозможно привнести извне. Омрачение ума, как потенциал совершения плохих дел, присутствует в сознании наряду с природой Будды. Силой Великого Духа эти омрачения преображаются. Таким образом, омрачение становится основой пробуждения. И сознание обретает высшую добродетель. Это то же самое, как если высушить вяжущие плоды хурмы, и они теряют эту самую терпкость и становятся сладкими. Бен Ней множество раз в сочинениях повторяет тезис, что для раскрытия той самой заложенной природы Будды или духовности необходимо повторение Ненбудзу. Он также утверждал, что у человека есть два вида духовной жизни. Первый – это трудная жизнь человека, полное омрачение, идущее против естественного хода вещей. Совершение зла только ухудшает положение такого человека, делая его все более невыносимым. Второй вид духовной жизни – это жизнь вместе с Буддой Амида. Постоянно пребывая в его свете, даже в неудачах можно найти великий секрет успеха. Трудности только закалят такого человека. Таким образом, добрый человек, совершая добрые деяния, стяжает тем самым радость пребывания в этой жизни. Для Беннея границы разных типов человеческого существования проходят именно между этих двух типов, каким бы черно-белым не было такое представление. Так или иначе, человеческая жизнь – это своего рода практика испытания, где всегда выпадает участь принимать страдания рождения и смерти, блуждая по шести пределам существования. Для того, чтобы войти в поток вечной жизни, вырвавшись из круга омрачений, необходима практика, явленная Дхармамовым телом, то есть Буддой Амида. Живым существам, по словам Беннея, присущи три типа существования. Это жизнь растений, жизнь животных и психическая жизнь. В последней особенно преуспел человек. Психической жизни человека соответствуют три измерения. Это природные наклонности, разум или рацию и духовность. Природные наклонности – это исходный психофизиологический статус конкретного человека. Индивидуальными свойствами также обладают и животные. К природным наклонностям он относил также способность поддерживать индивидуальное существование и видовое разнообразие за счет питания, а также работы органов чувств. Разум или рацию – это способность контролировать свои животные желания и регулировать собственные действия. Хорошо развитый разум формирует человека с сильным характером. Наконец, духовность – это высший уровень человеческого духа, а также способность взаимодействовать с абсолютным бесконечным духом. Великий духовный свет сияет нам вечно. Но тем, кто не раскрыл ему навстречу свое сердце, он остается недоступным. При помощи только природных склонностей и рацию невозможно освободиться от трех ядов ума – жадности, гнева и глупости. Поэтому Бен Ней настаивал на необходимости принятия ясного света, абсолютного духа. Субтитры создавал DimaTorzok